Я плачу слово к представителям Федерации России. В подготовке и проведении этих важнейших переговоров приветствую нового постоянного представителя Йеменской Республики при Организации Объединенных Наций. Как и многим другим членам Совета Безопасности, нам хочется верить, что в свете достигнутых под Стокгольмом договоренностей мы входим в новую фазу применительно к йеменскому конфликту. Мы рассчитываем, что дальнейшими совместными усилиями мы сможем достичь повсеместного прекращения огня в стране, а также помочь миллионам йеменских жителей, которые остро нуждаются в том или ином виде помощи, голодают, не имеют возможности получить необходимые медицинские услуги и лекарства. Брифинг Марка Лоукока дает ясную картину масштаба гуманитарного кризиса в Йемене, являющегося крупнейшим в мире. Рубикон, к которому мы подошли в результате запущенного в Швеции процесса, нужно перейти. Для этого необходимо продолжить имплементацию, достигнутую в ходе первого раунда межьеменской консультации договоренностей. Нам всем следует оказать усилиям спецпосланника коллективную поддержку. Полагаем, что первостепенной задачей является содействие реализации соглашения по прекращению огня и отводу войск из порта и города Хадейда. Успехи на этом направлении важны не только для продвижения процесса деэскалации по всей территории страны, но и обеспечения устойчивого поступления гуманитарных и коммерческих грузов в северные районы Йемена, где проживает большая часть населения страны. Важно оказать максимальное содействие в формировании двустороннего координационного комитета с участием ООН, который будет осуществлять мониторинг за разъединением сил Хадейда. Считаем эту часть пакета договоренностей критически важной для дальнейшей посреднической работы Мартина Гриффитса, в том числе в контексте организации нового раунда переговоров в начале следующего года. Приветствуем другие достигнутые при активном содействии Мартина Гриффитса важные взаимопонимания, способствующие выведению сторон конфликта на новый уровень диалога доверия. Это относится к соглашениям об обмене тысячами военнопленных, который будет произведен до конца января 2019 года под контролем Международного комитета Красного Креста, а также модальности к возобновлению экспорта нефти и газа. Отмечаем высокий профессионализм спецпосланника, а также личный вклад генерального сестра ООН в успешное завершение переговоров под Стокгольмом. Россия также внесла свой вклад в содействие продвижению межъеменского переговорного процесса в национальном качестве, в качестве постоянного члена Совета Безопасности и участника группы 19. Считаем, что сопровождение усилий Мартина Гриффитса в Швеции со стороны представителей международного сообщества было почти образцовым. Особую роль видим в том, что слаженно работала пятерка постоянных членов СБ, помогая спецпосланнику в самые ответственные моменты. Считаем, что такой эффективный формат помощи нужно поставить на постоянную основу. Остаются нерешенные, но не менее важные вопросы, в частности по аэропорту в Сане и в экономической сфере, которые еминцы должны будут согласовать в ходе последующих переговорных раундов. Разумеется, перспектива их решения во многом зависит от сохранения у конфликтующих сторон политической воли к осуществлению уже достигнутых договоренностей. Наша общая задача – поддерживать политпроцесс на плаву, чтобы именно политический диалог задавал тон развитию ситуации на Земле, а не наоборот. Только так удастся продвинуться в направлении прекращения кровопролитной войны, нанесшей колоссальный урон экономике населению Йемена. В наших силах выправить текущую ситуацию. Действовать нужно коллективно. Призываем к дальнейшей совместной работе в поддержку усилий ООН в Йеменской республике. Силового решения у Йеменского конфликта быть не может. Приоритетом должна быть исключительно забота о интересах народа Йемена. Россия открыта в взаимодействии на треке урегулирования в Йемене, а также продвижении мира и стабильности во всем Ближневосточном регионе. Считаем актуальной российскую концепцию безопасности и сотрудничества в Персидском заливе, а в перспективе и на всем Ближнем Востоке. Продолжим усилия, направленные на ее реализацию в консультациях со всеми заинтересованными сторонами. Убеждены, что это позволит сменить атмосферу угроз и противостояния в регионе на диалог и взаимодействие. Продолжение следует...